Как вас зовут? На Кознаде Михайлович. Где вы проживаете? В Радизмон. Вы меня знаете лично? Лично нет. Вы испытываете ко мне личную неприязнь? Прямо личную неприязнь? Хорошо. Назовите мою фамилию и имя. Имя я не помню, фамилия этого. Откуда вы знаете меня? Знаю по репортажу, по выводу, что вы репортер. Пару раз видел вас на медиа. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы оставили на интернет-ресурсе свой опуст. Вы написали так. Администратор Алексей Петров. Привет, дорогой. Ты как, с горловки собираешься сваливать? Если да, то не спеши. Я за тобой приду с большим пузовезом. Живу рядышком. Так что только момент получше виберу. Передавай привет родне. То есть вы планировали меня убить? Нет. То есть с большим пузовезом вы пришли и хотите прийти ко мне? У меня, во-первых, нет никаких. Ничего. Я не стал ждать, пока вы ко мне придете. Я пришел к вам. Камера берет это место стола. Вот армейский нож. Боевой армейский нож. Вот армейский нож тупой. Один из них берете вы. Я вам дам возможность сейчас меня убить, как вы хотели. Если меня убьете, вы уйдете отсюда сами. Своими ногами. И никто вас здесь не тронет. Берите. Я никогда в жизни не поднимал, не поднимал руку на человека. То есть угрожать моей семье вы можете? Я не угрожал вашей семье. То есть вы просто передали привет моей семье? Я угрожал вам. А передавай привет родне. Это кому вы угрожали? Зато я знаю вашу родню. Я могу передать привет вашей родне прямо сейчас. У вас, по-моему, жена и дочь. Или сын, простите. Вы хотите, чтобы я сейчас прямо поехал, передал привет вашей родне? Так что ж, я не понимаю. В следующем своем опыте вы пишете, что я пидор. Чем вы руководствовались, обзывая меня пидором? Я вас обзывал лично, вам причинил какие-то неприятности. Нет, конечно. Зачем вы тогда это делали? На всю Украину. У меня вот определенное количество просмотров. По глупости. Как по глупости? Это по безнаказанности или по глупости? Как вы это себе представляете? Это по глупости. Вы жалеете? Вы жалеете почему? Потому что вы попали в организацию, где очень много вооруженных людей. Я выйду сейчас с вами в поле. Я перед строем пообещаю, что никто вас не тронет. Берите нож. Берите. Я перед строем пообещаю, что вас никто не тронет. Я не смогу взять нож. Я ни на кого не могу поднять свою руку. Я никогда не поднимал. Так что ж вы за люди-то такие в вашей единой Украине? Вы угрожаете семье за спиной. Вы угрожаете мне за спиной. Я даю вам в руки нож. Нате, убивайте. Убивайте. Вы же меня ненавидите. И я вас ненавижу. Только я могу вас убить. На, убивай. Я не убью вас. Я не могу. Ты боишься? Кого ты боишься? Моих бойцов боишься? Никто не тронет. Слово офицера дадут. Никто не тронет. Я не в этом делаю. Перед строем поклянусь. Донбассом, родиной своей, поклянусь, что никто тебя парну не тронет. Бери нож. Я не смогу взять нож. Ну, честно говорю. Я не подниму нож. То, что я говорил, я сожалею об этом. И я бы такое никогда не сделал. То, что я говорил, да. Я осознаю, что это я писал. Я осознаю, что это писал, но это глупость. Это полная глупость была с моей стороны. В тот момент я не осознавал. У меня была какая-то... А в какой вы момент осознали? Когда у меня в кабинете оказались? Когда я писал, у меня какая-то была злоба. На кого? И у меня злоба в душе. На всех вас. Но я не угрожаю вашим семьям. Я не иду вас из-под тишка убивать. Я тоже никого не собирался убивать. А что это? Это ты пошутил так? Это ты так пошутил? Я вам говорю, это была глупость с моей стороны. Вот как бы и все, понимаешь? Вот вся между нами разница. Между щирами украинцами за единую Украину. И за нами, и между нами. Тех, кого вы искренне ненавидите и считаете террористами. Отпустите это говно. Пожалуйста. С Богом. Забирай свою сумку и иди к семье. Я с засранцами не воюю. Дайте его сумку. Можно я могу извинить перед вами? Не надо.